Ну а по статистике, все меньше россиян остаются в трудоспособном возрасте. Например, по данным Росстата, стареют жители Сибири. С каждым годом средний возраст увеличивается, вместе с тем растет количество пенсионеров. Какие последствия это несет для экономики страны и регионов, расскажет Ольга Качкурова. Сибирикам грозит кризис среднего возраста. Не иначе. Жителям Омска, Томска, Новосибирска и Кемерово в среднем около 40, утверждает Росстат. При этом самыми старыми оказались новосибирцы, им в среднем по 39,5 лет. А самыми юными стали томичи, 36 лет. По-прежнему актуальной остается и поговорка о 10 девчонках и 9 ребятах. Так в Кемерове, например, женщин больше, чем мужчин на 50 тысяч, а в Омске и вовсе на 100. При этом количество населения в городах Сибири растет с каждым годом, а число людей трудоспособного возраста сокращается. Так, к примеру, в 2016-м в Новосибирске работающих горожан стало на 6, а в Омске на 12 тысяч человек меньше. Если сравнить с численностью населения, то получается, что больше всего нетрудоспособных в Омске. Здесь могут работать только чуть более 700 тысяч человек. Это менее 60% горожан. В полуторамиллионном Новосибирске их почти миллион. Или на 1% больше. А в Кемерове, где живет чуть более полумиллиона, в трудоспособном возрасте находится 62% населения. Экономисты отмечают сокращение количества рабочей силы. Проблема актуальная для всей страны. И, по мнению аналитиков, в ближайшие пять лет ситуация не изменится. Конечно, это отразится и на демографии. Но главная проблема для экономики страны. Меньше трудоспособного населения – меньший потребительский спрос. На пенсию особо не разгуляешься. Но этот же процесс – спад потребительского спроса – сдерживает инфляцию. Получается, как в поговорке, не было бы счастья, да несчастье помогло. Впрочем, у некоторых экспертов мнение о том, что сокращение трудоспособного населения тянет экономику страны на дно, вызывает сомнение. Основная проблема – это перестройка экономической системы под то население, которое есть. А не наоборот. Не нужно думать, что население как-то плохо себя ведет и не подходит к этой экономике. На самом деле, надо менять экономическую систему и подстраивать ее под население. А население – это объективный фактор. Экономику перестроить легко, а население практически невозможно.